Евангелие от Матфея 22 глава 1 по 14 стих слышали мы сегодня Притча о званных на брачный пир И вот из беседы святителя Иоанна краткое поучение Заметьте великую любовь Божию Всех, кого найдете, зовите на брачный пир, говорит он Когда званные отказались, тогда господин посылает, говорит, всех зовите Прежде, как сказал я, апостолы благовествовали иудеям и язычникам, находясь, впрочем, более в иудеи Но так как иудеи не прекращали коварство против апостолов То послушай, как Павел, изъясняя эту притчу, говорит Вам первым надлежало быть проповеданным Словом Божьим Но как вы отвергаете его, то вот мы обращаемся к язычникам Поэтому и сам Господь говорит Брачный пир готов, а званны не были достойны Он без сомнений прежде знал об этом, но чтобы не оставить иудеям никакого предлога К бесстыдному извинению Несмотря и на это, пришел к ним первым и послал своих апостолов Чтобы им загородить уста, а нас научить исполнять все, что относится к нам Хотя бы никто не получил от этого никакой пользы И так, говорит он Так как они не были достойны Пойдите на распутье И всех, кого найдете Зовите на брачный пир Даже низких и презренных Так как он часто говорил Что блудницы и мытари Наследует небо И первые будут последние А последние первыми Но теперь показывает, что все это делается справедливо Видеть, что язычники на их место вводятся в царство Особенно сильно оскорбляло иудеев И смущало их гораздо более, нежели разорение их города Потом, чтобы первые не полагались на одну веру Он рассуждает с ними о суде и наказании За худые дела Старается не верующих привести к вере А верующих наставляет в правилах жизни Под одеждой, разумеется, дела жизни Но ведь призвание – дело благодати Почему же он о нем так обстоятельно рассуждает? Потому что, хотя призвание и ощущение есть дело благодати Но то, чтобы призванный и облеченный в чистую одежду Постоянно ее сохранял Такое зависит от старания призванных Призвание бывает не по достоинству Но по благодати Поэтому должно соответствовать благодати послушанием И, получив честь, не показывать такого нечестия Войти в нечистую одежду означает иметь нечистую жизнь Лишиться благодати Поэтому и сказано Он же молчал Не видишь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде наказывает Как тогда уже, когда согрешивший Сам осудил себя Не имея чем защитить себя Он осудил самого себя И таким образом подвергает себя Срезвычайному наказанию Слыша о мраке Не подумаешь, что он тем только и наказывается Что отсылается в темное место Нет! Здесь еще Будет плач и скрежет зубов А эти слова указывает на нестерпимые муки Обратите внимание на это все вы Которые, приняв участие в таинствах И будучи призванным на брак Облекаете души нечистотами Нечистыми делами Послушайте, откуда вы призваны С распучи Что вы были Хромые Слепые по душе Что гораздо хуже слепоты телесной Почтите же Человеколюбие призвавшего И пусть их кто Да не остается в нечистой одежде Но каждый из нас Пусть позаботится Об одеянии души своей Послушайте Жены Послушайте мужья Нам нужна Не эта золототканная одежда Украшающая нашего тела Но одежда Которая бы Украшала душу Но нам трудно облечься в эту одежду Пока мы будем носить первую Нельзя украшать вместе И душу И тело Нельзя вместе работать мамоней И служить как должно Христу Итак Оставим эту худую привычку Которая господствует над нами Ты конечно не снес бы великодушно Если бы кто украсил дом Золотыми занавесами А тебя заставил сидеть в рубище Почти нагим Но вот ты теперь сам это делаешь с собой Украшая жилище души твоей То есть тело Бесчисленными дорогими одеждами А душу Оставляя в рубище Неужели ты не знаешь Что царю надо нам более украшаться Нежели городу Поэтому ты для города Приготавливаешь одежду из льна А для царя Порфиру и диадему Так и ты должен прикрывать тело Наиболее дешевой одеждой А ум Одевать порфиру Украшать венцом И сажать на высоком И блистательном троне Аминь